доброе утро ребята с вами слова я дима и мы сейчас в праге тут в праге мы пришли на центральную площадь в праге очень круто так так вот сомния хороших праздников главное наградим только зимка с вороноками до скруту какого? до паз, наградим его до скруту сейчас хорошо скажи, что хочешь? хорошо и хороших ты понравишься тут? это красивое? это не можно и не ALOUСИМ МОДУ да, лучше нравится но это лучше а в плане я лучше а на лодке да, уburто дали Это тото. Мыдло марнули, а потом кващие десчатки. Глобальным отчетом никто не занимаетесь. А там, что? Таучить? Таучить в неделю? До костиоа! Один с другим, близко, открытым. Так, они себе представили. Будем хорошо играть, ущемить. Смерть. Другой дам. Так, лучший. А этот, что? Стоят без руху. Один с другим, и они с хорошими. Опередают себя. О, он идет и думает, что это хорошо. А подальше то что? Не, не, не. Усмаровал себя фарбой, как пайк. Поверьте, чтобы я дам ему денег. О, еще денег хочет. Попытно, что еще? Пенеды им давай? А за что? За стани и ничего не делали? Да. Жулерня ческа. Посмотрите, сколько здесь у нас тут. У нас тут, хотя бы, пушки взбирают. А тут, в какой момент, когда играть? Прzepraszam, о чем? А я не знаю. А ну покажите, сколько тут есть. В какой момент, когда играть? В какой момент, когда играть? Велкий пост. Не спеть. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok И через год мы прошли 500 метров Да, потому что мы не смогли найти пабы Но там было полный В любом случае было полный В любом случае было полный Но так, то нет На субботу На субботу Все пабы в Чехии, если хорошие, то обычно все забиты А такие не менее Либо что-то там не так, либо что-то плохо То они пустые, там во-первых дорого И там не очень Поэтому лучший вариант, если Хорошие папы забиты, взять себе пивка И выйти на набережную Тем более в Чехии можно пить пиво на улице В отличие от других европейских стран А также интересный факт насчет пива Чехи вообще очень любят пиво И в Чехии пиво считается одним из самых лучших в мире И так вот, тут можно выпить даже бокал пива И сесть за руль, это как бы считается легальным То есть здесь все с этим спокойно Вообще, чехи очень спокойно относятся к алкоголю и к траве Потому что как отдых, как расслабление на выходных И для чехов является нормальным просто взять, купить себе Купить себе Травки, пиво, сесть, покурить травку и выпить пиво Это как знаете, как отдохнуть после работы в пятницу Слухам? Встань в месте и сейчас в доме А почему? Ну, потому что хотелось бы нагреть потом, как все они играют А, хорошо, сейчас мы их делаем Можем их делать как только даем корону Не, это не легкое Не, это не легкое ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если вы где-то идете и хотите кому-то дать денежек, просто берете гроши, если у вас есть гривны, в копейках кидаете и ребята начинают сразу классно играть Сейчас в общем заметил одну вещь, то что тут русских туристов больше чем английских, повсюду ребята с Украины, с России, с Белоруссии Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Да, с этим, да. Все из них работают в порнографическом бизнесе. Да, 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 все из них. Но ты же получал, что по-польскому, я тоже что буду выкладывать в теннографию. Короче, сейчас я пришёл в офигенное место, это Пражский град. Уживается просто великолепный вид на город Прага. Так? Вау! Не пришло! Вау! Другая проба. О, дупа. Весь то, Патрик, пусть бы я не буду. Вот это 11, да? Ну, прошу выйти. Бомба. Шик, куда? Горик. Вот в той вот стороне находится Эльфелева башня. Нет, там, 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 там. Эльфелева башня чешская. Эльфелева вежа чешская. В общем, сейчас сзади меня находится Праский град и парламент Чехии. Туда стоит огромная очередь постоянно. Сегодня воскресенья очередь немножко меньше. Обычно очередь стоит, ну, очень-очень большой. Очень большая очередь, вернее. И... Что? Хочу вам сказать на счёт этого. Лучше не входить туда, потому что вы туда зайдёте, как бы, вход бесплатный. А потом зайти в парламент 500 крон. Зайти в костёл 200 крон. Обязательно, наверное, там нужно взять сувенир, потому что они там повсюду, в общем... Короче, это того не стоит. Просто стоять в очереди час, а потом выйти, чтобы просто выйти оттуда... Ну, не очень. В общем, я не знаю. Патрик, используй свою знакомость языка французского. Это очень не культуральное. Вы думаете? Ну, скажи им то, что хочешь с ними быть на нос. Ну, ты скажи нам. Я не хочу. Нет. Патрик. Патрик, ты просто спросил людей из Кореи, что они у нас на улице. И, конечно, сразу догадутся. Это очень глупое вопрос. Если вы входите внутрь, вам нужно пройти металовый сказ. Сейчас. Я отключу камеру на секунду. Я отключу камеру на секунду. Ну, где Сиджи? Сиджи Бато Его. Сиджи Бато Его. Вот тут сидит президент Чехии. И просто офигенный вид на костел. Там на доле, видишь, Патрик. Не, не на доле, а за плецами нашими. Здесь нет заказов вставки. Ну, давай. Входим. Прошу, Патрик. Я сейчас попытаюсь зайти сюда, потому что тут не написано. Нельзя входить. Нельзя входить. Нельзя входить. Нельзя входить. А может, до гор? Не, не надо. А может, это в другом. Может быть. Может быть. Нельзя входить. Нельзя входить. Нельзя входить. Все. Ребята, это вообще все это видео в Чехии. Это для вас будет роликом для изучения польского языка. И немецкого тоже. Извиняюсь, конечно, что так часто говорю по-польски. Как бы для поляков это будет интереснее смотреть. Если вы что-то не понимаете, то я стараюсь все перевести. О, группа российская. Могу с ними там стоять? Гру? И что, и тлумачить вам? Хорошо. А, не будет. ЮНЕСКО... Не могут. Не могут. С теплым. ЮНЕСКО заинтересовало Прасским градом. Вот мы пришли на злазу уличку. По этой уличке, по этой улице вечером ходит голем. Вот, короче, мы уже практически подошли в той улице. Там, где когда-то давно-давно в Праге творили алхимики. А сейчас тут по вечерам ходит голем. Это улица там, где алхимики пытались из всяких материалов вывести золото. Какое-то время один еврейский алхимик сделал из глины человека. И теперь он ходит здесь. Но я... И чтобы зайти на эту плату, заплатить. Не, не, это вот так. Мышишь, ты здесь спорка? Поехали. В общем, это памятник парню, у которого золотые принадлежности, в общем. Их нужно погладить, чтобы исполнило желание. Оооо, так. Вот так вот. И вот каждый сейчас должен подойти и погладить. Слышь, ты здесь. Поверь нам, чтобы они это сделали. Поехали. Поехали. Как ты делаешь? Я тоже это сделаю. Я тоже сделаю. Не, ты можешь такое, чтобы поднять. Голи, 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 голи сделать. Это на счастье. Я просто на дорогу легче на свете. Субтитры делал DimaTorzok Короче, ребята просто заходят здесь и их проверяют на металл на все, а тут просто можно взять и зайти без ничего. Просто зайти. Очень странно, что Прага это не побратим Одессы, потому что тут так же умеют делать деньги, как и в Одессе. Вот, например, вот вход, выпить кофе, цена кофе стоит, получается, а вот цена входа еще 50 кром. Помимо того, что вы просто придете и выпьете кофе, вы еще должны заплатить за то, что вы зайдете в ресторан. Ну ладно, потому что там просто бит на город. Так же самое мы вчера были в пивной, мы взяли себе пиво, а там еще так лежали орешки и рогалики. Мы взяли по два рогалика, съели орешки, думали, что это комплимент. Ага, нифига, это не комплимент. В общем, нам пришлось еще отдельно за рогалик заплатить 30 крон, а за орешки 50 крон. Так что вот так. Мы уже сейчас спустились вниз метро и уже будем ехать к нашему отелю, чтобы садиться в машину и выезжать по ОМОТ. Чтобы чуть-чуть пораньше приехать в гости, чтобы это не было 12 часов ночи, чтобы мы приехали где-то в 10. Потому что у Убы завтра занятия, у меня завтра занятия. Мы, как смогли, вам показали. Правду, конечно, тут намного больше мест, намного... Очень много чего мы еще не успели с вами посмотреть. Но какую-то часть определенную получилось заснять. Прага – это очень красивый город. Сюда стоит приехать обязательно, потому что здесь очень круто. Все просто это круто, это топовый город, это топовая столица. Приезжайте вправо, приезжайте в Чехию, смотрите здесь все. Ребята, на этой ноте, при том, как мы спускаемся в метро, я хочу вам сказать пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. С вами был Дима, Куба и Батрик. Ну, садовлезенья. Садовлезенья. Чеще спутка мы ешьте? Все. Подружжем. Подружжем, подружжем целый. Ну, так, ну, лучше, но... Я еще, блин, ну, я еще цель, мол, штика на губиташку. Может быть. Нет, не на разы. Нет, не на разы. Продолжение следует...